Да, отлично. Значит, смотри, в нашей картинке много вот такой протреси, да? Прямо протреси, протреси. Ты возьмешь тряпку и вот эту сухомятку черной протреси, или черного с протресью. Сделаешь тряпку фигушкой. Вместе с коричневым, вместе с красным, создашь вот это настроение угольное. Может быть даже, нет, достаточно тряпку. Да, и первые проявления рисунка тоже обозначишь. Хорошо? И вот эти черновы, где они есть, и создают каркас. Набегаешь. Сухо, сухо. Еще и вот так сможем. Итак, смотри, мы сможем еще подграть и сможем мощнее почернить. То есть у нас будет некая плотность чередоваться с протранными. Потому что вот, например, на этом участке видно, что это будет прикольно. Сочетание плотной краски с протранной. Согласно? Так, ну и продолжай набирать всех остальных. Значит, все остальное тоже желательно натемнить. Сейчас, смотри, ты сейчас создашь еще более затонированное состояние на толстке. В том числе с помощью просто грязненьких цветиков. То есть произойдет некая организация пустоты. Появится воздух в этой пустоте. И сразу становится немножко легче видеть фигуру. Например, вот нам нужны белые звучальницы. У нас есть середина, от которой легко плясать. На середину попадает браслет на руке. Итак, середина и у нас под браслетом на руке. Грудная. На спину пошла. Довольно низко, да? И, наконец, пол, в котором есть оттенки синьки, оттенки теплинки. Да. Все пока примерно. Потом будет усиливаться уточненный. Там даже есть вертикальный, почему-то, мотив укладки. В том числе, такой завитмованный в вертикальность. То же самое. Зелененький вот я беру. Блитно. Розовинку. И смотри, как прозрачно все. Вот пока держимся вот в такой прозрачности. И то же самое тельце, только больше красненького. Давай, в таком духе. Ну, вот эти пятна добить, чтобы от белого вообще ничего не осталось. Ну, вот это вот пятно волос, оно как-то находится на диагонали. И поэтому прямо вот где оно находится, его и закладываю. Над головой у нее помещается голова. С учетом этого я закладываю голову. Лицом с этой стороны она касается середины. Касается середины. Поэтому тоже нетрудно найти это место расположения. И так, браслет у нас находится прямо посередине. Да, почти в продолжении линии лица с этой стороны. Почему я сейчас выбрал в качестве инструмента рисования палец? Палец не очень много класс, как краски накладываешь. И чтобы маленькое изображение не было перебрано большой густотой. Тут можно немножечко поиграть вот этими вещами. Мало того, чтобы там, где мы все-таки перебрали вещества, мы можем сбрить. У нас все останется, изображение останется, но не будет лишней густоты. Даже после инкрасивостного, правда? И уже в это можно вторгаться уточнениями густого, перемалывающего звучания. Световые партии, напоминаю, любят густую краску. Штрих по цилиндру нас интересует очень. Но даже набрав эту густую краску, мы опять можем ее сбрить, чтобы предпринять еще более уточненный рисунок и лишняя фактура, чтобы не мучила нас. И вот уже деликатное доделывание. Прикольно? Давай так. Закладывать темно. Да, да, ну все, все закладки. Так. Отлично. Что, даже смайлик лица не произошел? А я еще не знаю, что происходит. Я просто не знаю. Хорошо. Значит, изначально надо сделать хотя бы тоновое пятно. Вот ты его начала делать линейным рисунком, какими-то обводочками, а его надо так же, как тоновое пятно, заложить. Не надо к нему слишком мудренно подходить. Посмотри, вот там идет нога. По вот такой траектории, а потом вот этот так называемый подъем. Главное, когда меряем обувь, про подъем очень хорошо понимаем. А вот когда рисовать, так сразу подъем какой-то сдержанный. Вот такая болезненная ножичка. Штришочек по цилиндрику. Щелевые места на теле. То есть места, которые являются как бы щелью, краснят. Лучше, чтобы они краснили. Даже если на фотоматериале или еще где-то они не докраснят, то лучше создать эффект красного. Не коричневого, а именно красненького. Дальше уже может быть и коричневого, потому что уже рефлексия от пола. Но там, где щели, там с красненькой. А нет. Ну, здесь уже зеленька уместна, а хотя там тоже у него красненочка. Вот это тоже является щелью между тканью и поэтим тоже. Краска двигается. Ты видишь, вот я ее, даже не добавляя новую, использую старую и сдвигаю. И уже силуэт формируется. Тоже, смотри. Какие эффекты. Ну что, сейчас уйди от него самое вкусное. Давай еще. Ну помнишь, что щельбые. Да, оно не совместное тело. И смотри, ты этот наклон выровняла. И не только ты выровняла. Все нормальные люди обычно выравнивают наклон. Поэтому его нужно прямо навязывать, этот наклон, посильнее. То есть вот даже на этапе силуэта, смотри, как я уже усилил наклон. Сейчас вот этой розочкой, которая у нее в голове, еще сдвинем голову туда. Но то, что это полноценный смайлик. У меня сначала красным тенем. Правильно, все правильно. Ты будешь правильно поступать. Вот руки у меня как-то жандры какие-то. Несмотря на твой похваленный этот самый, поскольку мы изменили наклон, то я показываю, как бы это сделал я. Так? Так. Как раз. С-со. Так. С-со. Галочка носа, вернее кончик носа всегда немножко галочкой. Верхняя губа в тени, нижняя губа снизу подбита тенью. Достаточно традиционная освещенность, то есть источник света обычно сверху, поэтому обычно именно так разложен свет в этом месте. Появился более острый взгляд и как бы началось проявление образа. Верхняя губа в тени, нижняя губа в тени, нижняя губа в тени. Считается, что лисы обязательно нужно задавливать. В рождественскую ночь им следует оставить тарелку с маслом. Тогда следующий год пройдет тарелку. Парк Тиволи. Парк Тиволи. Один из старейших развлекателей парков Солос-Фестра. Один из старейших развлекателей парков Солос-Фестра. Он открылся более 150 лет назад. И не прогиближенную деревянную гублю, где продают различные сувениры и угощения. Свет желтит, поэтому добавляем желтость. Ну, опять же, у тебя это было сделано. Опять же. А самое главное, от того, что они более размазанные, мы можем нечто в них угадывать. А ты нарисовала более выразительную бабочку. И из-за этого они уже были только такими, какими мы их видели. И ничего в них угадывать уже не могли. Очерченность носа вот с этой стороны и вот с этой крыльев носа вытаскивает нос в очи. Свет на этой части подбородка больше, чем на нижней, поэтому обозначили. Здесь обозначили, подчеркиваем. Смотри, у губ появился такой, как бы даже, немножко насмешливый характер. То есть она улыбается с таким женской хитринкой. с таким женской хитринкой. Давай, в каком духе. А, что касается конечностей тех самых рук. Во-первых, краснота. Во-вторых, приятный цвет. Вот краснота. Есть там? Нету. Смотри. А там? Есть. Краснота. Вот краснота добавил, уже это смахивает на руку. А до этого было синюшное краснотипно. Ни о чем. Стараться, чтобы более цельный характер лучше прозвучал, да? Сильно оно было подроблено. Смотри, вот здесь провисаний нет. Вот здесь провисаний нет руки. Периодически на полиции должны появляться какие-то зачистки для, особенно если мы работаем с чистым цветом в теле. Кстати, откуда здесь белый взялся? Смотрите. Этот и этот не равны. Этот белее. Согласны? Ну, сейчас вернемся к нему еще раз. Общее движение руки было не угадано. Оно у тебя как бы вот продолжение этой линии. А там вынятный перегиб, штырь которого смотрит сюда. Мизинец явно отвалил в сторону. Оно у тебя не увидев то, что у тебя тоже есть бегка. Побоялась приятный цвет сделать. Желтые, розовые, билингов. Мне нравится, что мы на теле, когда мы занимаемся макияжем, легко эти вопросы решать, а вот как рисовать, так сразу берем погрязнее что-нибудь, то есть появляется какая-то робот, неуверенность в том, что так прилично. Тоже, вот здесь рука пошла вот сюда, а потом сюда, а хотя она туда не дошла, то есть вот этот, а потом вот этот изгиб. Ну я тут еще придрался к этому пятно. нам посторонние белые не должны затмить красоту белого, главного белого. Главный белый, понятно кто, это ее платье. Складки любят рубленный характер написания. То есть не тот, который сейчас на холсте, а тот, который появляется сейчас. Рубленный, просто так любят складки. Поэтому если, в этом есть логика, но если ты посмотришь складки написанные классиками, там редко бывают округлые линии. Вот посмотри, вот ты их находила, где их нет и близко. Смотри, там линия вообще по другой траектории. Но ты привыкла, что если складка, то это вот такая дуга. А нет дуги. Есть рубленный характер исполнения ткани. И сегодня, когда будешь смотреть у других художников, то обязательно насмотришься на этот момент, потому что от этого зависит качество исполнения ткани. Очень зависит. Добавляем. Давай в таком ключе. Ну вот это еще поискать надо. Помните о том, что эта цилиндра... Она у нас вообще, да? Да, лучше ее выдвинуть чуть-чуть, да. Заберите просто и замерите. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну вот смотри, какая разница, да, замечательная? Это не то, что я упрекаю, я просто сообщаю, что вот как оказывается, можно в этой жизни решать вопросы. Вот это стол у меня тоже плоский получился. Ага. На жестикуляции все. Слушай, что это ты лаптик не слушаешь? Ну смотри, ну смотри, ножка же изящная, женская, а ты из нее какой-то... и повыше. Подъем, ты силен подъем нарушаешь? Вот этот сгиб нарушаешь. Смотри, красиво, ставаешь. Ну лучше, конечно, меня ставлять. К тому... Я все. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я стою. Вкусники. Тут же запутал, только прописал, тут же запутал. Ты понимаешь? Неожиданная фактура. Прямо и благородие, и смотри, пиксельность начала формироваться. Вкусники. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай, в таком духе